Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот добралась я до самых своих экзотических сортов. Есть у меня в каталоге три номера, три сорта. Это голубая звезда, голубая старица и голубика. Они отличаются только размером плодов и расположением. Если голубика, она помельче кистями, относится к черри, то вот голубая звезда, голубая старица, они немного покрупнее. И сначала, вот смотрите, я держу томат в руках. Можно подумать, что он вообще, вот как весь такой черный, он особенно красив, когда он зеленый, он фиолетовый такой, с черным отливом. Но вот чудесное переворачивание. И вот так, когда я держу, то можно подумать, что томат вообще совсем обыкновенный. Вот такие чудесные томаты, которые, видите как, они двухцветные, но они двухцветные только снаружи. Когда мы разрезаем этот томат, голубая звезда или голубая старица, неважно, внутри он обычный томат, у него очень такой явно выраженный помидорный вкус. И вкус помидорный, и запах, аромат, по всем категориям он соответствует всем остальным томатам. Это томат американский, он из США привезен. Я тоже брала семена у частного коллекционера. Держу, ничего обычного в них нет, на вкус они точно такие же. Держу только из-за их экзотического вида, потому что зрелище потрясающее. Особенно мне нравится в зеленом виде, когда они зеленые. Они вот ярко-фиолетовые, такие синеватые. Особенно голубика поражает, она как ягода. Вот ягода голубика, и вот эти вот томаты, они маленькие такие, синенькие, фиолетовые с отливом. Но потом постепенно, где-то у меня есть более зеленый, а вот он. Сначала они вот такие вообще, как негритята, видите, вот томат негра. Потом понемножку, понемножку у них начинает проступать краснота. Вот с этого, вот с этого части, с носочка. Проступает, проступает, и в конце концов, он, половина томата делается прям ярко-красным, но обыкновенно такой классический красный цвет. А половина томата вот у жопки, она так и остается синий-фиолетовый. И поэтому, когда томаты вот так вот висят, они висят вниз красным, кажется, что они фиолетовые. Вот так поднимешь, посмотришь, она красная. Но очень красиво выглядит, и особенно, когда вот эти кусты еще молодые, когда только-только вот эти вот висят зеленые. Кусты тоже листья и стволы с таким немножко, как фиолетовым, синеватым оттенком. У них очень красивый декоративный куст. А так они, ну, полтора метра высотой. Также я их выращиваю в один-два стебель, посынкую, подвязываю. И вот сейчас я потом вам позже, может быть, покажу, погода наладится. Вот эта вот особенно голубика, она вся увешана этими фиолетовыми ягодками, плодами. Так красиво смотрится. Жалко, что у нас лето короткое. У нее еще на макушке много-много вот этих мельчайших синеньких ягодок завязывается. Они не успеют, конечно, все вызреть. Многие у меня в том году покупали этот сорт. Люди берут, конечно, из-за экзотического внешнего вида, потому что на вкус эти томаты такие же, как и обычные. Что вот наш возьми, например, Демидов или Спиридон, что эти? Если с закрытыми глазами вы покушаете, вы не отличите, никакого различия не найдете. Но внешний вид потрясает, очень красивый. Вот это такое краткое знакомство с нашим гостем из Америки, с томатом Голубая Звезда. Потом покажу и голубику. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Ох, какая! Это прям черная звезда!